Я рад приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. У меня небольшое сообщение, краткое совсем. Вообще мы в правительстве, в структуре, которая занимается осуществлением взаимодействия с некоммерческими организациями, придаем особое значение НКУ, которые ведут работу в этой сфере. Сразу поясню, почему. Сфера очень чувствительная. Я думаю, что вы это знаете лучше, чем я. Проблема семейного насилия актуальна. И, к большому сожалению, ее масштаб у нас в Ростовской области, да и, наверное, и в Российской Федерации до конца не изучены. Нам сегодня приходится в этой работе в том числе опирация на таких энтузиастов, как и вы. В прошлом году правительство Ростовской области получило федеральное финансирование на поддержку некоммерческих организаций, которые в том числе и занимаются профилактикой домашнего насилия, социальным сиротством, поддержкой материнства и детства. И в рамках проведенного нами конкурса организация «Ресурсный центр» получила на эту программу финансирование и, в общем-то, нашу консультационную, организационную и иную поддержку. Коллеги, сегодня в правительстве, так как наверняка здесь очень многие представители некоммерческого сектора, сегодня в правительстве, в частности в управлении социально-политической коммуникации, которое ощущает взаимодействие с НКО, переходит на новый этап взаимодействия с гражданским обществом. Но прежде всего от поиска диалога, который был у нас несколько лет назад, от установления каких-то тесных взаимоотношений и контактов, попыток наводить тесное сотрудничество, мы переходим к планомерному, конструктивному и долгосрочному партнерству. Прежде всего, когда некоммерческая организация выступает с точки зрения, наверное, социального исполнителя. Вопрос перехода на социальный заказ, сегодня об этом много говорят, кто работает в некоммерческом секторе. Я, конечно, буду делать упор именно на этой сфере, потому что в сфере профилактики домашнего насилия мы не работаем. Когда мы четко будем понимать, что у нас есть исполнитель, у нас есть готовый партнер, который при нашей финансовой, организационной, комплектационной, информационной и иной поддержки сможет решить ту или иную задачу, либо оказать содействие, чтобы эта задача была решена, либо хотя бы ее решение сдвинулось с мертвой точки. И поэтому сегодня в нашем управлении этот вопрос активно прорабатывается, и мы хотели бы больше видеть организации, которые выступают именно в таком формате, чтобы они выступали с предложениями, которые мы могли бы впоследствии рассматривать как предмет для диалога на выстраивание долгосрочных отношений. Что еще хотел бы сказать? У нас в области, ну как вы понимаете, порядком 5000 организаций, активно работающих в сфере профилактики домашнего насилия, поддержки материнства и детства, ну на моей памяти, вот на моей памяти, ну не более 50, наверное, кто хотя бы периодически, с какой-то периодичностью проводит те или иные мероприятия, либо ждет какую-то плановую работу. Очень много, конечно, социально активных граждан, которые хотят в этой сфере работать, но пока не могут найти себе применение. Мы рассчитываем, что организации пойдут им навстречу в случае, если они будут обращаться, ну для выстраивания каких-то партнерских отношений. Кроме этого, вы знаете, что в прошлом году на базе Новочеркасска провели большой межмуниципальный форум по поддержке материнства и детства, профилактики социального сиротства. Эти темы очень взаимосвязаны, между собой переплетаются, и мы рассчитываем, что вот организации, которые в том числе впервые познакомились на этой площадке, принимают участие сегодня в нашем мероприятии, найдут способ контактировать на так называемом горизонтальном уровне, когда будут выстраиваться межмуниципальные и партнерские связи для решения тех или иных задач. Ну и естественно будут выстраиваться взаимоотношения с местными органами власти. Несмотря на то, что у нас есть крупные структуры такие как Министерство труда и здравоохранения, Министерство образования, Министерство здравоохранения, которые в той или иной степени занимаются вопросами о профилактике домашнего насилия, в том числе федеральные структуры, все равно контакт с местными органами власти очень важен, потому что большая часть проблем, она как это ни печально, она на местах. И вам, кто работает на местах, это виднее, и вы чувствуете это. И более того, те организации, которые работают в небольших городах, вы знаете, есть такой провинциальный синдром, когда люди просто не хотят это выносить, потому что будут различного рода пересуды, сплетни, неправильное толкование, проблемы. И очень многие женщины, вы знаете, не идут на это. Мы бы хотели, чтобы в этом отношении, как бы, вами, может быть, были апробированы на региональном уровне какие-то методики, которые позволили бы нашим женщинам и в том числе детям, пострадавшим от семейного насилия, активнее использовать свои права, работать в том числе и в реабилитационном плане, активно обращаться в правоохранительные органы, не бояться, скажем так, общественного давления или общественного непонимания, мы знаем, что эта проблема есть. Мы, со своей стороны, через тесное взаимодействие с администрацией муниципальных образований рассчитываем со следующего года начать более тесный контакт. В каком плане? Сегодня, уточню, 19 мая прошел второй гражданский форум Ростовской области. По его итогам были приняты перечень поручений губернатора Ростовской области, в том числе и в адрес глав администрации муниципальных районов, городских округов. Там есть очень два важных пункта, которые вам, коллеги, ну, может быть, не совсем напрямую связаны с некоммерческим сектором, но, по крайней мере, работающие в сфере данной тематики, будут интересны. Но прежде всего это разработка муниципальных программ по поддержке НКО, в которой вы в том числе будете принимать участие, в том числе по вопросам, по приоритетным вопросам поддержки материнства и детства, профилактики домашнего насилия. Это первый момент. И второй момент – это вопрос развития ресурсных центров для некоммерческих организаций, где вы, в общем-то, прежде всего муниципальные организации, не имеющие достаточно, ну, как бы, большого количества свободных средств по арене помещений, могли бы на этих площадках за бесплатно проводить, ну, аналогичные мероприятия. То есть это вот такой вот наш посыл в рамках развития некоммерческого сектора, ну, в том числе и который работает вот в этой сфере. У меня все, коллеги.